Добрый день, Константин. Добрый день. Рад встрече с тобой. Сегодня юбилейное интервью, но юбилейное по поводу 55-летия олимпийского дзюдо. И ты входишь в семью олимпийского дзюдо. А почему 55 лет? Ну, как и ты знаешь, все знают, что ровно в 64-м году впервые в Токио были олимпийские игры по дзюдо. Ну и первый вопрос, это, конечно, что, ну, твое определение дзюдо для тебя сегодня. Понятно, что оно может меняться, да, от возраста к возрасту, но вот именно сегодняшнее твое определение дзюдо для тебя. Ну, дзюдо, во-первых, это именно тот вид спорта, который сделал из меня тем, кем я являюсь сегодня, при котором я приобрел очень много жизненных принципов, вид спорта, который, как бы так, сформулировал, формировал мой характер. И вообще, помимо того, что это интересный вид спорта, где много вещей, много деталей, которых надо сложить вместе, и вид спорта, который и детям изначально внедряет, и те принципы, которые им помогут дальше бороться со сложностями, жизнями. Даже для примера одеть кимоно на себя, это уже какая-то своего рода дисциплина. Войти в зал и поклониться тренеру или сопернику, это уже дисциплина. Именно с этих базовых вещей, да, дальше уже, я не говорю, техника, стратегия и так далее. Ну, и все вещи, которые делают уже спортсмена олимпийцам, это все-таки самая высшая стадия дзюдо. Это уже и характер, это уже уметь проигрывать, уметь выигрывать, уметь преодолять очень много сложностей, которые есть на пути. Ну, и вот хотелось бы в свете вашего определения дзюдо, ну, так вот, может быть, малыми отрезками, насколько большое влияние оказало на вас дзюдо, изменилось ли ваше восприятие мира, допустим, когда вы начали, когда там в среднем возрасте уже, да, окончание школы, и когда вы уже были в большом спорте, ваше отношение к людям, вот как дзюдо вот на это повлияло? Вы вот можете определить, или оно никак вообще не повлияло? Нет, оно повлияло. Я возвращаюсь к тому, что дзюдо построило меня и формировало мой характер, мое мировоззрение, отношение к людям, как уважение к людям, которое проявляется, неважно в какой ситуации, чувствовать соперника, чувствовать человека, с которым ты общаешься, это приобретается, или приобрелось в дзюдо на протяжении многих лет, я приобрел это чувство, с кем, как общаюсь, это подготовка к схватке, это подготовка к любой встрече в жизни. Очень много примеров, которые я взял из дзюдо, те именно вещи, которые воспитывались во время моей спортивной карьеры, они сегодня меня, как человека, скажем так, дают мне возможность продвигаться вперед, основываясь на эти принципы. В свое время создатель школы «Кадакан дзюдо» Канадзигора сказал, что занятия могут оказывать на человека воздействие в трех аспектах. Это физическое воздействие, его развитие интеллектуальное и нравственное. По физическому аспекту вроде все понятно, мы все проходили это. А что вы скажете про двух других аспектах? Насколько дзюдо повлияло на вашу интеллектуальную и нравственную составляющую? У дзюдо все думают, что просто прийти побороться и выиграть. Много ума для этого не нужно, я считаю, что это уже доказано, что это не так. И помимо того, что такое жизнь дзюдоиста, это раз, это спорт не очень оплачивается. Поэтому это не футболисты, которые получают миллионы и так далее. Поэтому дзюдоист даже в высоких достижениях часто приходится, скажем так, бороться с другими вопросами в жизни. Это как финансовая составляющая и так далее. Поэтому твой распоряд огня, если параллельно тому тебе нужно работать, тебе нужно учиться и тебе нужно интеллигентно, скажем так, интеллигентно, интеллектуально, неважно как, относиться к вещам. Это, как я сказал, распоряд огня, действия, чтобы все вещи, как мозаика, складывались, надо складывать по кусочкам. И это не просто. Ведение схватки, стратегия, делать какую-то в голове сначала, смотреть на схватку, провести ее сначала в голове, потом выйти против соперника, понимать, какое движение ты сделаешь. Очень много, очень много тактики. Поэтому очень много составляющих есть, в котором без головы, без интеллигенции, без какой-то интеллектуальной составляющей невозможно быть дзюдоистом и добиваться высоких результатов. Как и в дзюдо, так и в олимпизме есть свои идеалы. Идеалы олимпизма, которые были заложены в основу олимпийского современного движения, Кубертеном, как вы думаете, они актуальны в современном мире в 21 веке? Вот то, что закладывало в понятие олимпизма, быстрее, выше, сильнее, такой форум, мирный форум. Вот в сегодняшнем мире, в 21 веке, все-таки прошло уже почти полтора века, можно так сказать. Актуально ли это? Это естественно, обычные человеческие качества, быстрее, выше, сильнее. Тот, кто будет быстрее, тот, кто будет идти выше, тот, кто будет сильнее, в конце концов, он добьется лучших результатов. И я думаю, что именно это не просто какой-то лозунг, эти вещи, я думаю, были реальны 150 лет назад, они реальны в сегодняшней реальности для любого человека, для любого государства. И все стремятся к этим, именно, скажем, к этим не просто словам, да, быстрее, выше, сильнее. Поэтому я думаю, что это актуально, и можно этим пользоваться, и надо это воспитывать в людях, потому что если человек не будет стремиться ни к чему, и у него не будет этого посыла в голове, то, соответственно, результаты будут в этом лучшее. Кана, воодушевленный идеями олимпизма, сделал много для включения дзюдо в олимпийскую программу. Но так уж сложилось, что только через, почти через 30 лет после смерти Кана дзюдо впервые появилось на Олимпиаде в Токио. И с тех пор прошло 55 лет уже. На ваш взгляд, насколько сегодня дзюдо интересно? Дзюдо интересно, и действительно, новые, входят постоянно новые правила, пытаются также дзюдо мировоззрить. Дзюдо стремится продвигаться, если мировой Мариус Виза, президент мировой федерации, или европейский Сергей Солович, они все время думают о продвижении вида спорта, чтобы он был более зрелищный, чтобы вовлекать новую аудиенцию, чтобы дети хотели тренироваться, чтобы были модели для детей, модели для подражания. Поэтому, мне кажется, что направление правильное. Тимоно белое-синее, людям тяжело отличить, кто не понимает соперника от соперника, кто бросил, оценки и так далее. Все упрощается, чтобы дзюдо было более зрелищной. Соответственно, это приводит финансы, спонсоров. И я думаю, что дзюдо очень правильно. Оно, да, сумело сохранить свои базовые принципы, но оно продвигается вперед и действительно становится более доступным для многих людей. Ну, вот здесь такой вопрос у меня следующий, он, конечно, вытекает из предыдущего. Не становится ли дзюдо, вот из метода такого комплексного развития, да, физически, интеллектуально, нравственного, а также системы самозащиты, своего рода шоу, вот из-за вот таких вот стремлений, как бы сделать его максимально доступным, ну, для любого обывателя, которому даже все равно, да, ну, как болельщик на футбольном поле, типа, бегают, главное, чтобы там кто-то веселился и так далее. В свое рода шоу не имеешь ничего общего с теми идеалами, которые вкладывал именно Кана в понятие дзюдо. То есть вот эти вот изменения, стремящиеся сделать дзюдо доступным для всех, не изменяет ли это само дзюдо? Ну, если посмотреть, какое население было, когда Кана был при жизни, и какое сегодня население, сколько людей, насколько масштабировался мир, если ты хочешь, чтобы дзюдо было доступным, чтобы дзюдо развивалось, и принципы дзюдо, как я сказал уже, основные принципы, они не тронуты, они, да, оно, да, продвигается вперед, более зрелищное, но основные принципы, броски, техника, идеология, она осталась, и чтобы она была доступна и могла выставить конкуренцию с другими видами спорта, а сегодня, в конце концов, что такое дзюдо? Это ребенок, который идет в кружок дзюдо, так оно начинается, и там он получает эти принципы. И для него очень важно видеть по телевизору, чтобы его родители, прежде всего, болели за этот вид спорта, и чтобы оно было по телевидению, чтобы были знаменитости, и чтобы эти же спортсмены-дзюдоисты участвовали в рекламах, чтобы он хотел быть таким, как они, поэтому к сегодняшней реальности, чтобы масштабировать, чтобы устоять конкуренцию с другими видами спорта, то это единственная дорога, но, как я сказал, что идеалы, те, которые вкладывал Дзюгора Кана, они остались, именно та идеология, она существует, и все знают, и то, что мы сейчас говорим о нем, о его идеалах, и я это помню, и я уверен, что большинство дзюдоистов мира знают, кто он такой, что, какой вклад он внес, то это показывает, что дзюдо все-таки оно остается на своих фундаментах. Вы были участником Олимпийских игр в Афинах в 2004 году. Немножко, ну, оглядываясь назад сегодняшнее ваше мнение, как вы думаете, что вам не хватило для достижения вот этой заветной, заветной мечты каждого спортсмена-дзюдоиста, да, вот Олимпийской медали? Я был действительно очень близок, буквально на расстоянии одной схватки, двух схваток до этой мечты, и, в принципе, проиграл схватку по своей ошибке, всегда люди любят обвинять судей, судейская ошибка и так далее, я считаю, что я неправильно повел, я думаю, что сладко остановилась, она не остановилась, время шло, неважно, в конце газеты пресса разбирала, что была там ошибка, как, судья должен был остановить время и так далее, я могу винить только себя, я не, скажем так, не сделал то, что должен был сделать, немножко, скажем так, расслабился, и это был результат, и действительно был очень близок, был потенциал, но в конце концов, или сделал, есть те, которые выигрывают, есть те, которые объясняют, поэтому я пока должен объяснять, объяснять не хочу, я сделал ошибку, и поэтому не сделал, но все-таки участие на Олимпиаде, два раза был в виде чемпиона Европы, я думаю, что это была хорошая спортивная карьера, международная спортивная карьера, и, конечно же, хотелось мечты олимпийской медали, но я все равно рад все, именно тем вещам, которые произошли у меня в жизни, благодаря дзюдо, и, может быть, оно, не знаю, было бы хорошо, плохо, была такая мечта, но все-таки карьера, которую я сделал, я и доволен. Ваш технический арсенал дзюдо был разносторонним, но все же какие приемы наиболее вам нравились и почему? У меня были несколько коронных приемов, один из них сегодня не актуален, нельзя за ноги брать, это был Тегрума, боковой переворот, еще два приема, которые были всегда, такие мои, одни из самых-самых сильных, это Ол Чигари и Коса Тугаки, это вот, это был мой весь арсенал, знаете, когда я четко понимал, когда я боролся, где мои сильные стороны, где мои слабые стороны, я не пытался все время работать на какие-то слабые, я не разрабатывал, я был правша и работал вправо, я не пытался начинать разрабатывать, левую сторону, а наоборот, те приемы вправо, которые я очень хорошо делал, я пытался их довести до такой степени, чтобы меня невозможно было остановить, когда я вхожу в этот прием и бросаю, поэтому это была моя тактика и вот в основном Коса Тугаки, Ол Чигари были наиболее сильными. В дзюдо есть такое выражение или принцип, да, поддаться, чтобы победить. Часто ли вы использовали эту идею в своей спортивной деятельности? И сегодня, будучи политиком, ну и, конечно же, в личной жизни, так сказать, в обычной своей жизни, часто ли вы используете вот этот принцип поддаться, чтобы победить? Ну, мне, конечно, когда в спортивной жизни у меня было столько амбиции, столько мотивации, мне было сложно поддаться, и чтобы победить, и вопрос даже не поддаться в схватке, а пропустить соревнования, чтобы выиграть следующее. Я не умел это делать, и из-за этого истекали очень много травм и так далее, я делал свои ошибки, и, ну, в дзюдо набил достаточно шишек, и сегодня, кстати, в другой уже, в политике и так далее. Я понимаю, какая схватка лишняя, какую схватку, которую, какую схватку надо проиграть, чтобы выиграть следующую, которая более важнее. И, кстати, это основа дзюдо, поддаться, чтобы победить. В дзюдо у меня это не получалось из-за моего характера, но со временем я пришел к тому, что если действительно я бы здесь, здесь бы на этом соревновании не выступил, или вот здесь надо было немножко меньше на тренировки нагрузить, чтобы потом не травмироваться, или чтобы потом прийти в хорошей форме, то сегодня в реальной жизни, и даже не важно, где в семейной, я этим пользуюсь намного больше, считаю, что это очень важно. Жалко, что когда я был дзюдоистом, я этого не понимал достаточно. Израильское дзюдо имеет достаточно большие традиции. Есть призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира, Европы. По вашему мнению, почему спортсменам-дзюдоистам Израиля до сих пор не удалось стать чемпионами Олимпийских игр и мира? Есть ли какая-то проблема в этом, и как, на ваш взгляд, она может быть решена? Ну, у нас большинство, 5 медалей из 10 в Израиле, они олимпийских медалей, они дзюдо, есть одно, второе место, все остальные, третье место. У нас, да, есть чемпионка мира, Ярден Джарби была чемпионка мира в 63 килограмма. Я, извиняюсь, да, я пропустил женское дзюдо, потому что в основном мы как бы ассоциируем с мужским. Да, да, да. У нас очень сильная мужская, но буквально на днях выигрывал. Баку, Гранд Слам и Саги Муке первое место. У нас есть кадр сильных спортсменов, чтобы быть олимпийским чемпионом, чтобы все в тот день сложилось. У нас очень много ребят вокруг, и они, да, побеждают, и чемпионы Европы, и так далее. И очень близкие, чтобы стать чемпионом мира. Но, я думаю, мы идем в ту сторону. Израильское дзюдо развивается, много детей тренируется, профессиональные дзюдоисты, их становится больше и больше кадр, и база больше. И в конце пирамиды более много спортсменов, они становятся моделями для подражания, они знаменитые селебрити здесь в Израиле. Я думаю, что это в правильном направлении, и мы в конце увидим чемпиона мира, олимпийского чемпиона в дзюдо, израильский дзюдо. За последние десятилетия, и вы, конечно, застали это время, в соревновательном дзюдо, а точнее, международной федерации дзюдо, постоянно ищут новые пути популяризации, мы уже говорили, да, с вами об этом, этого вида спорта, спортивной борьбы. Как вы думаете, действия в этом направлении оправданы? Ну, вы, в принципе, уже сказали, что они оправданы, да, и есть свои плоды. Это и есть свои плоды, если мы хотим. Идея джигурагана была, помимо того, чтобы дзюдо, как можно больше людей занимались дзюдо, поэтому сегодня в нынешней реальности по-другому сделать невозможно. Поддерживаете ли вы контакты со своими в прошлом спортивными соперниками из разных стран, в том числе и с бывшими членами сборной Израиля? И если да, то с кем и в каких областях? Я поддерживаю со многими соперниками из разных стран. Давид Кивкашвили, президент федерации дзюдо, в Грузии. Мы с ним дружим. И Асхат Шахаров в Казахстане, и Гена Белодет на Украине, и в России по всем, и практически с очень многими. Я дзюдоиста с Францией, поддерживаем, общаемся. Тони Летнер, вот недавно с Германией, мой соперник на Бундеслиге был. Поэтому все время кто-то обращается, некоторые мы постоянно общаемся. С израильским дзюдо понятно, что я всегда общаюсь, постоянно. Все-таки это мой вид спорта, я стараюсь и политически поддерживать, и федерацию, как могу. Поэтому очень с многими поддерживаю отношения. Езжу сам на соревнования, чемпионаты мира, чемпионаты Европы. Поэтому люблю этот вид спорта. Одеваете ли вы сегодня кимоно? И поддерживаете ли вы интерес к занятиям дзюдо сегодня? Сегодня реже уже, скажем так, тело не выдерживает очень много травм. Зная себя, мне предлагают постоянно прийти и сделать легкую тренировку. Я знаю себя, что я завожусь, и легкая тренировка у меня не получается, я начинаю с разбороться. Поэтому сегодня уже в последней тренировке у меня пошли травмы, я понял, что нужно остановиться. Иногда одеваю, но больше для каких-то фотосессий. Как вы думаете, насколько сегодня дзюдо в политике или политика в дзюдо? И вообще, есть ли необходимость в смешении этих двух институтов? То же самое я бы хотел услышать и в отношении вообще спорта, политики, олимпизма и политики. Спорт должен быть вне политики. Так написано в Олимпийском чартере. Это одна из первых глав. И то, что сегодня есть страны, которые пытаются смешать политику со спортом, считают, что это плохо, это неправильно. И буквально на днях пришла информация, что иранские дзюдоисты будут бороться против израильских. Это исторический момент. Это спорт победил политику. Потому что еще, когда в мое время иранцы не выходили бороться против израильтян, и сейчас федерация дзюдо Ирана... Кстати, возглавляемый Арашем Мир Исмаили, который в свое время... В 2004 году он не вышел бороться против Ауди Ивана. Но сейчас он как бы... Да, и они согласились. Они согласились. И мне, честно говоря, было жалко иранских дзюдоистов, которые хотели выиграть, хотели победить, но понимали, что их накажут в своем государстве, если они это сделают. И я часто занимаюсь, когда арабские страны не дают израильским спортсменам визы, когда они не дают им участвовать под израильским флагом. Я считаю, что это грубое нарушение. Это смешивание политики с экспортом. И это надо пресекать. И я этим занимаюсь. Я создал международную группу адвокатов, которая занимается этим в главе с Эллен Дершовиц. Это один из самых серьезных адвокатов в мире. И мы с рукой на пульсе, скажем так, смотрим, где есть такие нарушения против израильтян. И мы будем это пресекать сразу. Будем прийти в КАЗ, Олимпийский суд, чтобы таких прецедентов не было. Чтобы спорт и политика никогда не здесь смешивали. Нельзя смешивать спорт. Политики и спорт – это спорт. Политика – это политика. За последние годы в Израиле были проведены несколько крупных международных спортивных мероприятий. Это чемпионат Европы. И уже на постоянной основе гран-при в Тель-Авиве проводится. Есть ли шанс у Израиля стать страной, которая примет чемпионат мира, а возможны и Олимпийские игры в ближайшем будущем? Что для этого, на ваш взгляд, необходимо сделать? Ну, насчет Олимпийских игр я бы не спешил, но чемпионат мира уже возможно. Так как и иранцы согласились бороться, поэтому я думаю, что да, это уже становится реально. Мы показали, насколько мы умеем гостеприимно делать, насколько мы гостеприимны, насколько мы можем красивые соревнования проводить, насколько публика вовлечена, зрители приходят, болеют, понимают дзюдо, насколько государство любит. И у нас сегодня сборная. Мы, я не побоюсь сказать, мы действительно стали империей дзюдо. Если раньше, когда я еще начинал бороться, когда израильтянин был в жеребьевке, то это была как будто такая страна легкая, которая может спокойный круг, который ты проходишь. Сегодня я видел израильтянина в жеребьевке, понимает, что это будет тяжелая схватка, потому что израильтяне сегодня на очень высоком уровне. Израильское дзюдо преуспевает, и мы рады, и поэтому я думаю, что чемпионат мира тоже где-то не за пределами. Участвуете ли вы в жизни ассоциации дзюдо Израиля? Ну, вы, в принципе, уже сказали, что... Я участвую. Я участвую со всеми, да, и где могу, я им помогаю. Ну, в связи с этим, как вы думаете, есть ли проблемы, вот на сегодняшний день, несмотря на то, что израильское дзюдо прогрессирует, есть ли какие-то проблемы в израильском дзюдо? Проблемы есть. Проблемы есть всегда, и проблемы надо решать сегодня. Опять же, я не могу тоже слишком много заниматься внутренним проблемами дзюдо, так как мне нельзя. Я политик сегодня, политик тоже заниматься политикой, поэтому только могу посодействовать, где им нужно. Но проблемы есть всегда, существуют, но, в принципе, дзюдо на правильном пути. И правильный дзюдо. Как вы думаете, какие сегодня страны, ну, Израиль мы как бы не берем, да, сейчас кроме и Японии не берем, сегодня в мировом масштабе доминируют, как бы, в спортивном дзюдо? Ну, всегда есть Корея, Монголия, всегда есть сборная. В Франции, в Германии есть достаточно сильных стран, и Грузия, Россия, поэтому есть много. Возвращаясь к сборной Израиля опять, кого из спортсменов сборной Израиля под дзюдо вы могли бы назвать претендентом, названием золотой медали предстоящего чемпионата мира в Токио? Ну, и, возможно, в Японии на Олимпийских играх? Я думаю, что у нас будет более чем одна медаль под дзюдо, потому что действительно очень сильный кадр, очень сильные дзюдоисты. Думаю, что самые высокие шансы, скорее всего, у Саги и Буки 81 килограмм. По вашему мнению, могли бы вы назвать выдающегося спортсмена дзюдо из Израиля, сначала из Израиля, а потом из мира за последние 20 лет? И почему вы считаете, что они ваши? Я думаю, что... Ну, допустим, начнем с израильского спортсмена, за последние 20 лет, который... Израильский, Арик Зеви, который со мной боролся до 100 килограмм, четырехкратный чемпион Европы. Было какое-то время, когда он, в принципе, практически не проигрывал ни одну схватку на международной арене. Был очень сильный дзюдоист. Сегодня Саги Муки я вижу последнюю тенденцию, выигрывая все большие кубки мира. А в мировом масштабе? В мировом и Тедди Риннер, конечно же. Я думаю, это сегодня спортсмен, которого очень тяжело, скорее всего, невозможно победить. И я сейчас присматриваюсь на восходящая звезда мирового дзюдо. Это Дарья Белодед, дочка моего друга Гена Белодеда, который боролся со мной в категории 73 килограмма, был сам двукратный чемпион Европы. И я посмотрел, и мне кажется, что у нее тоже есть большие перспективы. Тем более, она уже была чемпионом мира. Она самая молодая в истории дзюдо чемпионом мира. Если бы вам предложили принять участие в ветеранских соревнованиях или в мастер-классе, согласились бы вы? Я думаю, что я уже прошел тот момент свою, скажем так, доказывать себя в мире дзюдо, то, что я мог доказать. Я доказал, сегодня я хочу доказывать себя в других сферах. И если бы это не было в ущерб моему здоровью и так далее, то, конечно же, может быть, удовольствие, но я уже сегодня, я уже думаю, что это пойдет в ущерб, поэтому буду доказывать себя на другой арене. Константин, вот вы можете сказать какие-то такие мотивационные призывы? Почему стоит начать вообще заниматься дзюдо и продолжать занятия, ну, допустим, в любом возрасте для тех, кто еще не в дзюдо? Вот какой-то мотив или позыв, какой бы вы могли? Ну, мотив тяжело, я не объективен сказать, что это лучший вид спорта и для развития, для детей, которые действительно развивают все, и помимо того, как я уже назвал, дисциплину, работу напротив соперника, работу в команде, все качества, которые нужно, у них упорство и уметь трудиться и на тренировках быть сосредоточен на концентрации, быть сконцентрированным, насколько дзюдо, насколько дзюдо воспитывает детей в детях, дает им именно тот стержень, который нужен им потом в большом, в большом, в большом мире. Ну и, наверное, не только в детях, а вообще в человеке, да? Вообще в человеке, да, и главное, то, что я всем говорю, это не бояться мечтать, мечтать, и мечтать, чтобы, если человек хочет стать чемпионом, то если он не мечтает, то он и не будет им никогда, поэтому надо мечтать, надо не бояться проигрывать, проигрывать – это часть жизни, невозможно выигрывать без того, что ты умеешь проигрывать, поэтому дзюдо – это комплекс всего. Ну и вот такой заключительный вопрос. Представим, что у вас есть такая возможность обратиться к мировому сообществу дзюдо. Вот весь мир вас услышит на такой большой сцене, где вы можете продекларировать что-то. И вот что бы вы сказали, и собрались много людей, от малого до великого, все возраста, все национальности, все люди всего мира, что бы вы им сказали? Чтобы не забывали, откуда они пришли, пришли из мира дзюдо, чтобы продвигали дзюдо или принципы, которые они получили в дзюдо в своих следующих профессиях или отраслях, которыми они занимаются, чтобы держались вместе. И действительно, мы называем это дзюдо фэмили. И это очень приятно быть частью из дзюдо фэмили, и общаясь со многими. И знать, что мы, особенная категория людей, те, кто занимались, прошли через мир дзюдо, у нас очень много преимуществ. И все, что мы получили там, выплескивать это в правильное направление. Спасибо большое, Константин. Очень приятно было с вами побеседовать и услышать от вас искренние, открытые ответы на мои вопросы. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.